Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Не мешайся здесь только. Не мешайся. Заправляй ты, не мешайся. Номер 334. События дня. Яков 4.4. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Это за 10 ноября 2016 года. Ну а как, вот от составленного ролика уже 11 утра. И до утра, которые сведения поступили. Вот что говорится о дружбе с миром. Прочитайте сами. 1 Иоанна 2.15.16. Тормозите и дальше читайте. И здесь, что говорит там Иоанн, Евангелие от Иоанна, Христос говорит, причина. Ну и дальше посвящается ушедшим из Православной Церкви. Вот такой вот. Вот так. Контр. Нажмите, держите и сюда ткните курсор. И сразу откроется ролик, где... Так вот я вернусь назад. Заметьте. Вот сколько дней у меня, целая неделя. Вот я прелюбодею и прелюбодею. Вот откуда бы я знал, что надо неделю держать? Думаю, в конце недели я заменю другим эпиграфом. А оказывается, не знал я ничего. Повторяю, со мной никто не советовался. Вдруг появляется ролик. Вот такой. О домах Пашкова и Лапкина. Я не знаю. А там мне показывают Володя вечером позавчера. И вчера я начал отвечать. Я обычно не комментирую ничьи ролики. Но тут вещь идет обо мне. И тут написано беседа с Александром Дмухой об аптизме и православии 6 ноября 2016 года. 527 просмотров. А чего-то тоже стоит. Что-то 16 кверху палец и 12 вниз. И я вчера кое-что ответил. Ответил. И сейчас я покажу. Себя занимался. События дня. Это всегда мне много времени отняло. Там спрашивает меня. А сколько у вас уходит на сон? Я отвечаю. В более ранний период моей жизни на сон уходило по 2,5 часа. Сейчас мотор сердца уже не может идти в этом ритме. Каждый ложится спать в то время, как ему подсказывает его немощь. А вставать всегда и всем обязательно в одно время. Общая молитва. Домашняя церковь именно молитвой и жива будет. Если кто учится в школе или в университетах или иные из молодых, они после общей утренней молитвы прилягут еще до завтрака. А он в одно время, в 7 утра. Теперь мне приходится днем делать перерыв в бодрствовании. Минут на 20 сидя, откинувшись на стенку головой, подремать или даже и заснуть. Ну не больше, 15-20. Встаем в 4.40. И что меня более всего в этом удивляет, так это пробуждение. Обязательно. Как бы звонок или стук в дверь. 15-20 минут. А никого нет. Скорее смотрю на щасы, не потерял ли лишнее время во сне. Сейчас, в данный момент. Так. И бегу к двери. Кто? Кто? Никого нету. Я понял. И сразу же на 7-кратную молитву. Псалом 118, 164. 7-кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Это стало эпиграфом на сегодняшний остаток моей жизни. Вот. Когда я находился в тюрьме, то распорядок был установлен в первый же день. Никогда днем не ложиться. Никогда. И даже здесь. Ложился после отбоя. А он был в одно время, в 22. Подъем в тюрьме в 6 утра. Меня же так думаю, как думаю, ангел-хранитель мой. Поднимал всегда в одно и то же время. Абсолютно точно, до минуты, ровно в 4-0-0. Так что щасы можно было сверять. Царский сон, засыпая, улыбка не сходила с лица, как мне говорили сокамерники. А там день и ночь горит лампочка, и щасов ни у кого нет. А охранники мне говорили, что как хлёк... Слава Иисусу Христу! Прийти? Все, отошел. Сегодня у меня банный день. Сестра сгонит. Пойти помыться дома-то негде. Мне говорили, как лёг, ни разу не пошевелился. Даже руку не уберу ни разу. Засыпаю обычно за 25-30 секунд. Вот удивительное дело. А они мечутся, волнуются. У меня ничего не было. День разбитый на 5 периодов был. По часу по полтора молитвы. А с 8 до 10 благовествовал. Благовествовал в камере. Даже камера открывалась. Охранники сходили и слушали. А сне прочитать можно моей книги к Истинному православию. Страница 207. Комптуру нажмите. Ткните. Вот так вот. Я сейчас покажу, как. Вот я ткнул. Что открывается? Посмотрим. Вот она, к Истинному православию. Тут что? О церкви. Вот она. О семье. О сне. Страница 207. Видите как? Только ткнули, и мы уже здесь. И вот я буду отвечать здесь. Этот человек говорит неправду. И это меня просто побудило начать объяснять, о чем они говорят. Вот номер первый. Вчера, 10-го, 11-го, 16-го, уже готовлюсь ко сну. И тут ко мне Владимир Пащенко, живущий с нами, говорит о таком вот видеоролике, где разговаривает Сергей Козлов с Александром Мухой. Ролик продолжительностью 1 час, 7 минут и 12 секунд. Я когда узнал, что ты не стал даже говорить. Ты, Владимир, прослушай, и мне скажешь. Вот он. О домах Пашкова и Латкина. Но вчера как-то опять на меня выходят и мне скидывают. А считали вы, осмотрели ли, ослушали ли? Ну, разговор идет и обо мне, и ведет его Александр. Говорит о том, что я якобы когда-то был неправославный, а потом обратился среди баптистов. То есть он ничего не говорит правды здесь. Все ложь. Вплоть до того, что Библию перевели там баптисты, Пашков. Да у баптистов сегодня никакого Пашкова нету. А Библия синодального перевода-то. То есть и залгался в дрызг, в пух и прах. Отвечаю. Ни одного дня, ни одной минуты в жизни моей, моей, ошибка. И во всем нашем родстве не было ни одного человека баптиста и любой другой ереси. Они все были старобрядцами. По отцу белокреницкой иерархии, где есть священство. По матери беспоповцы, кержаки. Это все описано в книге «Для слова Божия нет уз». И о том не скрывал за 70 лет моей жизни ни одного дня и нигде и ни разу ни перед кем. Ну вот, допустим, теперь я Ctrl нажал, а теперь курсор. И что откроется? Вот, пожалуйста, книга первая. Вот моя автобиография. Вот она все написана. И далее идет. Видите, как легко искать. Я опять выхожу на это, она открывает. Имея веру в Бога, в страшный суд и последний суд Божий и вечное мучение, эти знания получил от матери моей, Марии Егоровны. И никогда в том не сомневался. Имея страх Божий, по этой вере благодарен Богу моему. Эта вера сохранила меня от воровства, матершины, от женщины и других грехов. Святую Библию медали Еремеева Михаила Александровича и его жена Анна Матвейна в городе Ленспас, Латвийский СССР, 27 сентября 1962 года, в 17.00. Там я сознательно и безоговорочно признал себя грешником погибшим и уверовал в Господа моего Иисуса Христа, умершего из-за моей грехи. Евреям 9.22. Обычно, где Слово Божие, у меня в книгах, там я делаю жирным, курсивым, чтобы легко выделить было. Да и все, почти по закону, все ощущается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. 1 Иоанна 1.7. Если же ходим во свете, подобно каком во свете, то имеем общение друг с другом. И крови Иисуса Христа, Сына Его, ощущает от всякого греха. И далее говорит, что Еремеевы, вот по-другому, я короткое время у них был, баптистом, ушел. То есть ни слова, это не моя биография, это он ее пишет. Человек, предавшийся дьяволу. Одна ложь сплошная идет. И никакого журнала от Еремеев я никогда не получал. Не получал. И все, что далее говорится, далее, обо мне, от этого вероотступника, я сплошная выдумка и ложь. Беспросветная и потерявшая страх Божий человека. Что более всего удивило в этом видеоролике? Видите, я на ложь трудно отвечать. Ну не было, зачем мне доказывать. Вот допустим, кто-то оболгал клевета. Я подал в суд. То в суде мне не надо ничего доказывать. Тот должен доказать, что он говорил. Вот должен доказать. Это если бы я был знатный человек, то суд бы мне другие суммы причислял. Но видишь, что я букашка, ничего нет. Мне всегда вспоминается, в газетах «Известия» писали. В Англии вышел то ли фильм, то ли что-то, где Юсуповы показаны. Княгиня Юсупова, князь Юсупов, а им уже под 80 с лишним лет было. А они заманили Распутина Григория, и там его убили, и Юсупов стрижал. И они подали в суд. В суд подали. Ни Распутина, никого нет, но они оклеветаны были. И она доказала, что в этот день она была не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Я не знаю, убийство-то, кажется, в Санкт-Петербурге было. В Неву его сбросили. Она доказала. И сумму присудили, я сейчас не могу ошибиться, где-то миллионы стерлингов. Ужас какой. На эту компанию. И там пришла старушка едва... Какая... Но она доказала. Так. Выдержка брата Сергея Козлова, его умное возражение и терпение. Дослушать до конца, пока из ущелья суемудря полностью выползли в страшилище. То есть, каким он показывает все это дело. Второе. Есть люди с сожженной совестью, бессовестный наповал. Клеветники во весь рост. Не моргнув, говорит о разврате неких людей. Православных, конечно же, священники, монахи. Все у него развратники. Слово разврат он повторяет. Я считал, шесть раз сказал, потом махнул рукой. Вот удивительное дело. И говорит многократно и о лишнем третьем человеке в брачной семейной жизни других. Понятно? И это говорит абсолютно безозрение совести. Будущий повинен как раз и более все именно в этом грехе. Попрани седьмой заповеди. Вот как дело-то обстоит. Божьего закона. Спросите его, почему его изгнали с Потеряевки, совершив вокруг его усадьбы первый крестный ход в той местности. Почему он, будучи уже изобличин его прелюбодейкой, долго и упорно не сознавался в тяжком преступлении против нравственности, будучи третьим личным в чужой постели, будучи уже женат на красавице. Он ответил кратко всем, не хотел разрушать свою семью. То есть скрыть. А что блудит, это он не разрушает. Нет. Вот залезла и утащила у нее. Ну-ка ты что делаешь? Ну-ка дай. Ну-ка. Давай. Это тебе не принадлежит. Ну-ка. Видишь как? Сижу, говорю, а сам наблюдаю. Там маленькому котенку. А мать его отпущила мясо. Я ему сразу сказал и написал письменно, что выход из этой пропасти только один. Снести эпитемью по правилам Вселенской Церкви. Прелюбодеем называется совокупляющейся чужой женой. Совокупляющейся чужой женой. Правила Василия Великого. 19-18-77-го. Григория Низского. 4-ое. 6-й Вселенский собор. Правила 87-ое. Апостольское правило. 48-ое. Карфагенский собор. 115-ое. Прелюбодеи приемлются в общение, допускаются до причастия только через 15 лет. Василий Великий. 7-ое правило. 58-ое. И через 7-е даже. Это уже епископ решает. Ежели кается со слезами. 6-й Вселенский собор. 87-ое. Антирский собор. Правила 20-е. Вероятно, в это время блуда Бога отнял у этого человека надежду на спасение. Вот говорят, а что такое хула на Духа Святого? Вот это образец. На 99% думают, что похулил Духа Святого этот. Для него никакие грани, ничего нигде нет. Где бы он не остановился, он сразу клеветать начинает. Притом рыскает, как сделать зло. Как будто бы огромная бочка с ядовитой жидкостью какой-то ходит по земле. Вероятно, в это время. Евреям 10-26. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. А куда же? Христос был и остается. Нет больше жертвы за грех. Человек добровольно предался греху. Ушел в ересь. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников. Почему сектант никогда, ни разу не слышал проповедь на эти места Писания? Если, отвергшись законом Исеева, говорят, да как это в Ветхом Завете убивали таких? При двух или трех свидетелях. Без милосердия наказывается смертью. То сколь тягчайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто побирает Сына Божия и не посчитает за святыню кровь Завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Я специально это выделяю. Потом еще кто-то зайдет, чтобы мог пролетать и посмотреть. Жирным, курсивым, красным. Будущее разоблачен. Он бросился в Знаменский монастырь в городе Барнауле к архимандриту Феодориту. То есть православие еще им не трогается. Его эпитемия тронуло, что так много. И в храм он не должен заходить, а только стоять рядом, а не развращать людей. Который только потом, когда я приехал сюда, зашел, с ним встретились мы, с архимандритом. Он спросил у меня, живет ли у нас там человек, у которого не все ладно в семье. Не называя ни имени, ни по мере, никакой тайны, ничего. Он спросил, я говорю, да, был такой что-то. Ну вот он пришел и говорит, до того непонятно, сумбурно, какое-то оправдание, самооправдание, то есть что-то такое. Говорит, он хорошо, что спросил. Я говорю, это без помощи, ему не помочь уже. Страшное самомнение, высокоумие, отвечали этого падшего человека всегда, дерзость бесподобная. У нас в деревне есть устав, в котором написано, что внутри деревни нельзя самовольно пилить деревья, без совета со старости деревни со священником. И когда батюшка сказал Саше, он пришел там о дереве просить, что дерево в стороне растет и молодое, то проситель плюнул под ноги батюшки, в великом гневе выкрикнул, да когда вы все лапки напередохнете, это падший, падший, ему нужно снисхождение. Видите, встает там какое-то неизвестно, ни имени, ни фамилии, ни фотографии, ни адреса, ни телефона. Ну, он находится в защите. Какой-то бесенок выскочил, вот там теперь. Батюшка сказал, если бы ты так поступил перед мулою, он бы тебя похвалил, то есть не на штакете ли висела твоя голова. Придет время, и ты соберешь все свои плевки. За третьего лишнего чужой посели, если написано в Святой Библии. А вот оно как. Опять же я выделяю это жирным, курсивом. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня, и закрывает лицо. Исайя, 57-3. Но приблизьте сюда вы, сыновья, чародейки, семи прелюбодея и блудницы. Галатам. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, а не потребство. Саша ходил на наши занятия в техническом университете. Покаялся до этого. Принял святое крещение в озере. Он был единственным проповедником у нас, кто был на благовестии и получал за это содержание. То есть и другие проповедовали, но именно содержание ему выделили. Он ходил в разные села. Но как ни просил его отец Аким рассказать хотя бы об одной его встрече в школах, он ни разу ничего сказать так и не смог. Вот интересно. Вот это его время. Он возвращался и в Корченой останавливался у одних. Они были православные. И потом его жена, она ревностная такая была, а потом тоже отступила. И она говорит, вот он лежал всегда, лежал он просто как бы забывался и говорил, как вырвать себя из-под влияния Лапкина. То есть создать свою общину. И он мне говорит, что я буду заниматься вот там-то около того завода. Я уже договорился, Дом культуры. Я говорю, Саша, ты будешь заниматься. Замечательно. А какие материалы? Да вот ничего нет. Я ему снабдил материалов, ну в общей сложности килограмм, наверное, 80. Книг дал. У меня брошюрки были, газеты. И все. Я говорю, а куда ты их будешь приводить, когда люди? Ну, там будет видно. Я еще ничего не понимал, что он уже совершенно чужой. И что у него получилось? А ничего нету. Ни одного человека нигде нету. И дальше вот эта мерзость. Мерзость. Я уж не говорю, где он жил в это время. Идет богослужение, он в это время на свои подвиги. И что интересно, шел через лес, никто не знал, торопил. И вот он как проходил, все до одного дерева засохли. Как будто бы кто-то опрыскал какими-то этими... Вот эта отрава такая есть. Никто не знал. Лежу одна береза засохла, третья, четвертая. И как просика получилась. А что это такое? Грех. Грех выжих. Даже большие березы. Березы. Там, может быть, лет по 50-м было. Вот что, какой страшный грех. Великий Аполлот говорил, страшнее блуда, греха нету. Потом это Александр Дмуха стал у баптистов, у зарегистрированных, всех Б. И мне позвонил их пресвитер, мы в хороших отношениях. Ну, их пресвитер. По-нашему-то он не пресвитер. Я могу даже кавычки поставить здесь. Пресвитер. Название только одно. Без рукоположения епископа пресвитера не может быть. Без всякого прикосновения меньше благословляется больше. И стал расспрашивать, почему он пришел к ним. Я рассказал о беде его, о прерубодеянии. Мне дали знать, что и тут-то он в том же якобы замечен. В отношении к женщинам. Что у него там было, то не знаю. Тогда он вышел с группой молодежи, больше 30 человек, которые покинули их общину. Он с ними и вышел. Какую роль он играл там, не знаю. Но и там не задержался. Опять что-то. Теперь он нигде, как говорит его теща и тесть. Теща член нашей общины. Пришла от баптистов. У нее старшая дочь. Матушка, жена священника. Хорошего священника. А отец баптист, который запретил Саше даже приходить к ним за его дерзость несусветную. Для него ни авторитетов никого нету. Пахабный. Вот это я выставил под этим роликом. Первое. Он на нашем форуме раньше подписывался так. Вот, посмотрите, как он подписывался. Я выделю это отдельно. А это ДДМ. Да я бы говорил, демон. Демон. Что тут? И мой друг вышел тоже, но по другой ДМ. Там, дружинин Митя, ДМ. Серахов. Иной человек искусен и многих учит. А для своей души бесполезен. Иной ухищряется в речах, а бывает ненавистен. Такой останется без всякого пропитания. Ибо не дана ему от Господа благодать. И он лишен всякой мудрости. Вот это прямо и конкретно об этом человеке. Что имеет, дар слова есть у него. Дар есть. Он мог говорить, выступать и все такое. Помню, как-то у меня было приглашение, чтобы выбрали мы делегата на конгресс интеллигенции. Очень известны, со всей России буквально съехались. Тут Алл... Как Алкеров? О, Жарец. Лауреат Мобильской премии был. Ну, у нас проголосовали. Все собрались люди. В нашей комнате. Это было Никитина 147, квартира 1. Помню, Саша прям рядом со мной сидел. Как он вальяжно себя вел. Ну, все проголосовали избрать меня. Меня там знают в этом университете. Я веду занятия. Ну, хорошие отношения со всеми. И кто образовал там Чернышев, профессор. И с ним он сразу... А я не согласен. Ну, представьте, вот я говорю, ну, я развалился, лег вот так. У меня тут стена вся из книг. Он на нее головой уперся. А я не согласен. Саша, а почему ты не согласен? Ну, не согласен и все. То есть все до одного избрали меня. Ну, я говорю, ну, давайте тебя изберем. Мы все закричали, кого избирать, да нет. То есть еще был в общине. Но уже он всем обрыдлил, как говорят, вот таким отношением. Какая бы пакость ни была, кто еще против, на него как мухи, говорит, на навозную кучу слетались. Это же тогда было видно, но терпели. Никто не знал, какой катастрофа это разразится. За ним еще ничего не было. Деяние 26-18. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны. К Богу он лежит. И веруя в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой. Вот тоже к нему это относится. И говорят, а вот надо, да зачем его поминать грехи. Он вылез. Он клеймит церковь. Блудниками, прелюбодеями. Но я должен сказать, почему Иоанн говорит, Иоанн учитель любви и говорит, я трет не принимает. Я приду, напомню его дела. Значит, напомню и один день. Павел говорит, перечисляет там Дмитрий, там Александр, много сделали зла. Они как раз Дмитрий и Александр двое. Так, там сделай, чтобы пролезла кошка, просится туда. Заполкай ее туда. Ну, ты беда. Опять он выходит и Дмитрий. Ну, я когда расшифровал, он теперь, ну, понял, что не то. И он пишет, монахи постепенно захотели в ладь, по всей видимости, но я не добавляю, потому что может прикопаться в церкви. И потом навязали свои взгляды остальным. Попробуй, не послушайся. А они смиряли свои тела. Это он пишет на нашем форуме. Но в мужских монастырях просветал садомский грех. В монастырях каких, в каких он видел, где, ничего не скажет и не знает. В монастырях, когда на одной рогожке ложиться нельзя. Множество были, которые в кинове монастыри... Смотри, он издерлин. А другие где-то отдельно по пустыням. То есть он не знает этого. А в женских, как в Барнауле, если было озеро, Я вот не знаю, даже было или не было озера рядом. Озера-то нету. То дно его было усыпано трупиками младенцев. Такого, как говорится, никогда я нигде не считал. Дно озера усыпано трупиками младенцев. Вот вдумайтесь в это. Это говорит человек в своем уме или нет? Это я прямо скопировал с нашего форума. Я покажу, где это есть. Просто зарядить вот сюда тоже. Контроль нажмите и, видимо, тоже потянет туда. Все дело в греховной природе человека, пишет этот муха. Если она не убита верой, в момент покаяния рождения нового святого творения во Христе. Видите, какие слова знают. То никакими ограничениями с ней не совладать. Вот это он знает. Если будут успехи, то они будут временными. Их коренным переменам никогда не приведут. Ты, кстати, в курсе, я не знаю, что тут у них ошибки, я тоже не переправляю. Что в средние века именно монахи были переписчиками книг. И что? Так вот, они по своему произволу понавтыкали слово пост в тексты книг Нового Завета. Я большего кощунственного нигде не читал. Монахи, понимаете, произвольно понавтыкали. Одна из самых известных добавок. Сей же рот изгоняется только молитвой и постом. Матфея. Эту информацию можно прочесть в книгах Мецгера. Ну, в книгах-то можно прочесть. Но где это было? Монахи понавтыкали, что пост и молитвы. То есть Христос, он клевещет на Христа, на Дух Святой, он богохульник. Где пост, надо все выбросить. А почему он не постится? И он жалеет, очевидно, что постился когда-то. Это, он говорит, на это я отвечаю дословно. Где? Вот так вот возьмите, нажмите Ctrl и нажать. Вот я сейчас попробую, нажмется или нет. Посмотрите, вот он, православный форум Игнатия Лапкина. Вот он как раз здесь. Вот оно все здесь и идет. Сколько здесь? Три страницы. Первая, вторая, третья. Ну, я это оставляю. То есть работает ссылка. Ссылка работает. Они смиряли свои тела. Это я беру что? Ну, тут называется. Вот это что-то. На мужских монастырях процветал садомский грех, а в женских, как в Барнауле, если было озеро, то одно было усыпано трупиками младенца. Я на это отвечаю. Смотрите. Игла, это Игнатий Лапкин. Барнаульский хронограф. Календарь знаменательных дат. 2010 год. Издается с 95-го. Я списываю. Комитет по культуре и администрации города Барнаула. Кто эту книгу издает? Алтайского ордена, знак почета. Краевая универсальная научная библиотека имени Шишкова. Дальше. Управление архивного дела Алтайского края. Это там все подписано. Кто издатели? Лаборатория исторического краеведения. Алтайской государственной педагогической академии. Муниципальное учреждение, музей, город. Для широкого круга считателей. Страница 42-45. Я читаю. У того, что говорит трупиками, не звука. Я об этом монастыре читаю. 140 лет со дня рождения югумени Барнаульского Богородицы Казанского женского монастыря Мариамны Фроловой. 4 ноября 1970 года. Уже в 1893 году там проживало 13 женщин разного возраста. Только что образован был монастырь. К концу 1994 года, через год, уже было около ста насельниц. Но их присылали из других монастырей. Барнаульскому монастырю была уготована страшная судьба. Число насельниц достигало 300 человек. 11 марта 1938 года расстреляны. И кто это пишет? Тамара Скворцова, доктор искусствоведения в Алтайском государственном университете. Эту книгу мне лично подарил мэр города Барнаула Казганов Владимир Николаевич. На встрече религиозных деятелей Барнаула 9 февраля 2010 года я даю данные. И откуда же ДМ узнал про распутанные дела насельниц мужчин из Христовых? Великие хулы издвигает падший демон ДМ. На нежную голубицу, святую православную церковь Христову. И все эти пакости он творит на православном форуме, скверняя своей блевотиной проливших кровь за Христа монахинь. За одной из них нам пришлось несколько лет ухаживать. Она проживала на улице Пролетарской, 103, Рязанова Александра Тимофеевна. Она рассказывала об ангельской житии этих невест Христовых. Ее голос я записал и сохранил по сей день. Дмуха Александров, будучи издан и от баптистов, он сам себя провозгласил как бы пресвитером. И стал приезжать в село Корчино, 15 километров от Потеряевки, там наш сельсовет. И прищищать в кавычках одну семью отступников от православия. Но теперь, как говорит муж той жены, отступницы, и той семьи, оставшейся православие, что ДМ отторнуты там. Вот удивительное дело. И он нигде никто не принимает. Почему? Мерзость, зловоние. И как и прежде, он везде подхахатывает, говоря о любом деле. Я не раз о том ему говорил. Что же ты не боишься? Как говорит святой Златоуст Иоанн, что раскрывая в смехе рот, ты не увидишь, как в тебя вскочит демон. Каким ты был, таким ты и остался. В другой раз он стал вдруг распространять слухи о том, что ехал в машине с другом вероступника Митей Дружининым. И его где-то на заправке посетил, и вошел в него якобы некий дух, и он там плакал. То есть, показать, что он теперь другой после этого грехопадения. И вот теперь ему надо опять впереди быть. Впереди он просто так сидеть, просто сидеть и слушать он не будет. Вот в это можно поверить, что в него вошел этот дух. Дух ненависти к истинному священству, православию, имеющему власть разрешать от грехов и повсеместная ложь. И зная свою поганую жизнь, из дома бы не вышел, только горько плакал за свое бесовство и бессовестность. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будет преданной смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Вот и говорят иногда, нам приехали и говорят, ну почему его наказали, а прелюбодейку не наказали, неправда. Она была наказана, отлученная, но она выдержала этот срок, и теперь она принята, согласно канону. Это в Ветхом Завете было, говорят. Но два миллиарда мусульман знают сие и притворяют в жизни это правило. Что бы с ним было, он достоин смерти. В Новом Завете намного страшнее сказано, что таковой не имеет надежды на прощение и на жизнь со Христом. Откуда это известно? Из священного Писания. Святая Библия, конкретно. В Новом Завете, конкретно. Послание апостола Павла Кевреем 6.4. И говорится так. Ибо невозможно. Однажды просвещенных и вкусивших дары небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого. Невозможно. Вкусивших благола глагола Божьей сил будущего века. Невозможно. Отпадших опять обновлять покаянием. Невозможно. Когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему. Почему? Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь, то есть пробует, причащался. И произвращающий злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая тернии волчцы негодно и близка к проклятию, конец которого сожжение. То есть вот такая участь в Новом Завете. Сожжение в аду. А не так. Он лежит, а вы его пинаете. Матфея. Говорит ему, какие? Иисус же сказал в заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Ставший оголтелым меритиком, бунтует против исповеди. А ты сходи к священнику, исповедуйся. И грех твой покажется тебе не такой уж и сладкий. Священству дана эта великая власть отпускать грехи. Он как будто никогда не считал. Как? Кому простить и проститься, на ком оставить и останутся. А он как раз и не стал на этот путь. Как говорит святой Иоанн Златоус, что без этих смещенных рук нет отпущения смертным и грехов. Осознание себя грешникам это дано только во свете Библии, Духом Святым. Глаза же всего человека полностью побрщены на оба глаза и никакое лекарство не поможет. Его указали только святые отцы, это эпитемья, в церкви Христовой. Зряшное и лживо краснобайствует. Бунтует против поста, опровергая слова Христа. Когда было повеление встретить архиеретика Ария, то епископ Александр молился, чтобы только не видеть этого богохольника и лучше умереть. Этого человека нельзя приветствовать и говорить с ним. И опять дальше говорю. Почему-то, которые говорят, заходят, они не говорят, что он стал еретиком, ушел. Они не знают биографии его. Второе и оно. Ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Знаешь, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. И третий я вставил там в комментарии. Всю эту околесицу плетет безбожник и богохульник, развратитель и клеветник. Очень похоже на то, что этот Адаем похулил Духа Святого. И проваливается все глубже. И в глубинах преисподнего мрака напитывается мерзостью и хулой против истины, против Слова Божия. И церкви Христовой невесты непорочной, единой у небесного жениха. Я тут беру места описания, показать, что такая невеста, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святой и непорочной. Вот только что поступил звонок от отца Иакима. Название этого видеоролика такое. Звонок из Потеряевки относительно беседы с вероотступником. Ну, контрл нажмите, а потом сюда и найдете. Он даже и внешне так изменился, ТДМ, что не будь подписи, что это Александр Духа, я бы не смог догадаться, что за богохульник отравляет вас, Сергея. У зарегистрированных баптистов здесь, в городе Барнауле, улица Радищева, 67. Был некогда прессмитер, в кавычках, Саблин Яков Федорович. Ему было уже свыше 90 лет, когда в Барнаул приехал его бывший близкий знакомый Молчанов Николай Нестерович из Мелитополя. И перед этим вышла книжица брошюры, которую выпустил этот Саблин, отступник. И называлась она, помнится, правда об изнанке баптизма. Около двух метров роста, могучий старик с шаляпинским голосом. И я, прочитав эту брошюру, попросил сводить меня к нему. Пришли, беседовали долго. Потом я при сокрушении духа моего опадения такого человека припоминал, какое было у меня там впечатление, переживание. Мне он казался падшим херувимом с неба. И что интересно, когда он женился Саблин, то изменил жене в первую брачную ночь. То есть старое не мог бросить. Вот представь себе, любимый пастроев, баптист. Я попросил его спеть из их песенника то песнопение, какое у него теперь было самое любимое. И он запел. Слова я не могу все передать, но там звучало, что когда человек уйдет от Христа, то как бы ему возвратиться? Уйду ли далеко там, я льну к нему? Мне тут же вспомнили слова из поэмы Лермонтова, «Демон», когда Тамаре поет ангел, а падший дух стоит вне кельи. И вспомнил он, кем он был на небе с этим ангелом, и кем стал, что потерял. И чудо! Из померкших глаз слеза тяжелая катится. По ныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень, слезою жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой. Более мне невозможно было слушать. Это я там вспомнил про Лермонтова. Я быстро вышел в соседнюю комнату, упал на колени и горько и долго плакал о погубленной душе. Тогда Николай Нестерев сказал ему, «И что ты думаешь теперь делать, Яков? Посмотри, как незнакомый тебе человек переживает за тебя и рыдает, прося у Бога прощения тебе». Потом другие члены той баптистской общины выходили все время на собрания. Говорили об этом их присвитили, что когда он выходил на капедру, за капедру, это был праздник для них. И потом выяснилось, что он полупьяный выходил за капедру и в то же время жил одновременно с тремя женщинами из их общины. Так что хваленая нравственность баптистов весьма под сомнением может быть. Когда тут у отделенных баптистов надумали исповедовать молодых, то оказалось, что есть и те, кто живут добрачной жизнью взрослых. Вот этот Саша напомнил мне этот эпизод жизни Саблина. Когда я слушал, как Саша тут лжет в каждом почти слове, на церковь, на священство, на Библию, я едва дослушал до конца, слезы переполняли меня, это вчера было. Я же был с ним рядом и не раз говорил ему не похохатывать, не высокоумничать. Боже мой, что он сделал со своей несчастной бессмертной душой? Однажды он на Пятничном костре, в Пятис у нас костер, в нашем детском православном лагере Стане считал стихотворение о гордом дубе. Ох, как это все на нем исполнилось! Наталья Литвиненко, зарядите только гордый дуб в гугле и послушайте, как она поет. В суровых горах одиноко меж скал дуб гордую крону свою поднимал. Столетие седое, спорытое прошло, как бурю и семя туда занесло. Немало он видел на долгом веку и бурей, и грозой, и зной, и пургу. Не раз свои ветви к земле он склонял, и небо с тоской о пощаде взывал. Ну и далее стихотворение. Прочитайте здесь. Саша его прочитал. Я покажу, что на Пятничном костре считал стихотворение о гордом дубе. Ох, как это все на нем исполнилось! Прочитайте слова, если потом послушайте, обязательно. Сегодня Владимир Мочалин. Мне тут стихотворение навеяло с ваших стихов. Альтернативы нет. Никакой и нет попавшему в безумие капкан. Где зло, а где добро? Сегодня дай ответ. Все просто. И рассеялся туман. Когда на торжеще среди идиотов модных выстроялась очередь, чтобы купить табак, один монах непросвещенный молился за голодных, но покупатель, видимо, был тот еще дурак. Замызганные прежде кровью прокаженных решили кошельки набить. Или просто так они людей любили, что их нечаянно престили. Ваду же памятник им сразу соорудили. На многие века сгубили поколение, хотя уже давным-давно в могиле. А Бога довели меж тем до белого коленя. Ну, это я тут считаю не очень ясно. Мы про сегодняшнее время. Стоят заводы, фабрики дымят. Но на счастье все не в теме, где петушок с косой, чтобы все шлисят. Это Молчанович пишет. Охрана там среда безутешна. Ну и прочитайте тут. Затормозите. И прочитайте. Вот. И немного показать наши ресурсы. Это вот мой мир. И можно тут писать очень удобно. Но многое. Вот теперь уменьшили. Не все так ладно здесь. Но все-таки мой ресурс, это хороший мой мир. Ну и наш православный форум. Тут более 1600 с чем-то тем. И вот наш видеоканал. Вот сегодня я поставил 7 роликов. 7. И вот выставляют. Ну что-то я выставил. Самое большое посещение сегодня. 55-60. Вы наше письмо, считаемое всеми человеками. Вот видите как. Вчера 5, позавчера 5 было. Тут у нас 5800, наверное, с лишним теперь уже видеороликов. И самый большой ресурс, это во свете Библии, православный библейский сайт. И самое главное тут ответы, вопросы, ответы. Заходите. Милости просим. Ну вот и все. События вчерашнего дня. Попутно сказать, у нас идут занятия по скайпу, по средам, пятницам. По Москве это получается в 2 часа дня. А у нас уже 6 вечера. Полтора часа по порядку ведет Сергей Пупков. Найдите его, Сергей Пупков, и попроситесь. Сами не стучитесь так, а именно в писанном виде к этому времени. И он вас примет. Вот и все на этом. Богу нашему слава. Слава веки веков. Аминь.